Здравствуйте! Вот перед нами треугольник, все три стороны которого имеют одинаковую длину, или все три стороны которого равны друг другу. Такой треугольник называется равносторонним. Это равносторонний треугольник. Я хочу доказать, что если все три стороны треугольника равны, то и все три угла будут иметь одинаковую величину. Подумаем, как это можно сделать? Прежде всего, можем сделать вот что. Мы знаем, что АВ равно АС. И давайте предположим, что мы вовсе не знаем, что обе эти стороны также равны ВС. По свойству равнобедренных треугольников мы знаем, что если две боковые стороны треугольника равны, то углы при его основании также будут равны. Запишем это. Мы знаем, что угол АВС будет равен углу АСВ. Так и запишем. Угол АВС равен углу АСВ. Здесь, наверное, будут утверждения, а затем будут их причины. И для первого утверждения я сокращенно напишу, что это углы при основании равнобедренного треугольника. Думаю, можно его так назвать, так как эта сторона равна этой. И хотя изначально сказано, что это равносторонний треугольник, но то, что две его боковые стороны равны, говорит о том, что и углы при основании равны. Тогда можно треугольник назвать равнобедренным. То есть здесь мы запишем, что две боковые стороны равны, следовательно, и углы при основании будут равны. Такое вот свойство равнобедренного треугольника, которое мы рассматривали на прошлом уроке. Но можно по-другому посмотреть на этот треугольник. Можно было бы сказать, что вот этот угол является углом при вершине, а эти два – углами при основании. Тогда будет такая ситуация. Вот эта сторона и вот эта будут равны. А этот угол и этот также будут равны, так как это углы при основании. То есть можно было бы сказать, что угол САВ будет равен углу АВС. И причина будет все та же, так как если предположить, что боковыми сторонами являются уже другие стороны, и углами при основании являются уже другие углы, то эти… Представьте себе перевернутый равнобедренный треугольник, лежащий на боковой стороне. Все равно логика будет прежней. Теперь проанализируем то, что я говорила. То, что эти две стороны равны, подразумевает, что эти два угла при основании равны. То, что вот эти две стороны равны, подразумевает, что эти углы при основании равны. Если угол АВС равен углу АСВ, а также равен углу САВ, то все эти три угла равны друг другу. То есть получается, что угол АВС равен углу АСВ, а также равен углу САВ. И вот в равенстве перечислены все три угла. Значит, если треугольник равносторонний, то кроме того, что все его стороны равны, все его углы также равны. Можно узнать, чему равен каждый из его углов. Если все три угла одинаковой величины, то обозначим каждый из них через х, и сумма всех этих углов равна 180 градусов. Т.е. х плюс х плюс х равно 180, или 3х равно 180. Разделим обе части на 3, получим, что х равен 60. Итак, все три угла равностороннего треугольника равны, и величина каждого угла составляет ровно 60 градусов. Все углы по 60 градусов. А теперь давайте подумаем наоборот. Предположим, есть какой-то треугольник, все углы которого равны. Это точка х, это у, это з. И мы знаем, что все углы треугольника равны. Этот угол равен этому углу и этому углу. На прошлом уроке в примере с равнобедренным треугольником мы доказали, что если углы при основании треугольника равны, то две боковые стороны также будут равны. Т.е., например, мы знаем, что ух равно уз. ух равно уз. И мы это знаем, потому что углы при основании треугольника равны. Углы при основании треугольника равны. Также мы знаем, что уз равно хз. запишу уз равно хз. Запишу уз равно хз. И это по той же причине, но в этом случае боковые стороны уже другие. Т.е., теперь мы можем тоже рассматривать этот треугольник как равнобедренный, но перевернутый. Угол з – угол при вершине, а вот эти два угла – это углы при основании. Сторона ух теперь является основанием. Мы это знаем, потому что эти два угла при основании равны. Т.е. по той же логике, что и в первом случае. В первом случае вот этот угол и вот этот были углами при основании, а во втором случае этот угол и этот являются углами при основании. А вообще, давайте я это запишу. Углы при основании в первом случае, пишу тем же лиловым цветом, это угол ухз и угол узх. И они равны. Это для первого случая. Вот эти углы были углами при основании. И на основании доказательства, которое мы приводили на прошлом уроке, эти две стороны равны. Во втором случае вот углы при основании. Напишу зеленым цветом. Угол х, у, з равен углу у, х, з. И из этого следует, что эти две стороны равны. И мы доказали, что три стороны будут равны. Мы выяснили, что эта сторона, ух, равна уз, а также доказали, что уз равна стороне х, з. То есть все три стороны равны друг другу. Итак, повторю, если все углы треугольника равны, и в этом случае все они равны 60 градусов, то все стороны треугольника также будут равны. На сегодня все. До встречи на следующем уроке!